с вами только прибежала домой замечательно ну вот я начала говорить с того что все вопросы по сути они стекаются к одному такому глубокому вопросу к своей осознанности финансы здесь не исключение каждый прорабатывает ту сферу в которой он чувствует что он что-то здесь не нашел еще не вывел какие-то свои границы да и у каждого есть какое-то такое вот свое призвание но финансы это наш поток эта часть нас потому что финансы это изобилие и для меня всегда да как бы был поток изобилия как бы обычной вещью первую очередь энергии потом это уже какие-то там материальные бумажки и прочее и мне знаете что очень нравится такое изречение будды он говорит что вор не будет воровать квартиру и приносить вам неприятности если в квартире есть свет вор не будет воровать тем более квартиру если есть там звук если есть там какие-то разговоры в этом и есть суть то есть мы должны быть бдительными и должны быть осознанными также с финансами получается да когда мы принимаем просто как фантики и как средства работы ума то она приносит нам может приносить там неприятности когда мы берем финансы используем их как поток как благость да то есть она работает иначе это как вот если брать темноту и называть ее темнотой бояться она будет приносить вред но по сути нет темноты нет тени есть солнце и тень тоже является светом но вот у меня вот такие вот такие на самом деле размышления на тему финансов ты что скажешь все эти ну я тоже присоединюсь потому что это это естественный процесс естественный процесс взаимообмена то есть почему-то для некоторых людей кажется что если например я ему дала свои знания которые я получала там какое-то определенное количество времени неважно какое время неважно какое знание но это знание понадобилось кому-то и вот кто-то например он очень хорошо делает обувь он мне говорит на обувь вот я хорошо делаю а мне она не нужна но если даже и нужна то есть если у нас идет вот этот взаимообмен я своей головой там что-то ему предлагаю да то что вот я свои знания он мне свою ручную работу и в то же время мозговую деятельность то это считается как бы нормой а если он мне предлагает деньги то есть деньги это тот же самый эквивалент только объединенный и ты можешь на эту же самую энергию которую он вложил в это что в обувь он вложил что в денежные средства вложил свою энергию если я ему передаю свою энергию он мне должен передать свою энергию это нормальный абсолютно взаимообмен в нашем материальном мире мы же из этого мира сейчас но мы здесь живем и он на самом деле абсолютно гармоничный это то же самое что можно сказать что например там вот я такой автоном у меня редкое дыхание и мне деревья которые очищают кислород на нашей земле они мне не нужны уберите да но это глупо поэтому я конечно же считаю что деньги это в первую очередь это та же самая энергия и это как раз и идет от того сколько в тебе энергии сколько ты можешь отдать энергию столько же ты можешь этой энергии и принять не бывает такое что ты отдаешь вот столичка энергии а принимаешь вот столько да это неестественный процесс и и именно когда вот этот баланс нарушается и получаются у нас все эти беды но человек как-то он не может это интерпретировать вот у нас и пошли вот эти поговорки да богатый значит вор честных денег не бывает и миллион миллион всего и там говорят ой вот вы такие вот такие знания несете вы их должны нести без оплаты вы должны вот это вы должны вот это то есть люди с низкими вибрациями пытаются навешать ярлыков на других они обесценивают правильно они обесценивают другой труд и другой опыт потому что не имеет ценности к себе вот это самое важное да да из-за неимения ценности к себе из-за неимения глубокой осознанности мы творим добродетель но она не является здесь благом добродетель в данной ситуации будет являться грехом но обычными словами да то есть я не делаю добро а только врежу другому потому что я не осознанно и самое единственное благо которое получается это наблюдение за собой это осознанность которой есть наблюдение наблюдение за собой за своим эго то есть эго всегда говорит пойди сделать тому и подскажи тому как лучше жить или да а я знаю как лучше да то есть я себе ставлю позицию бога создателя творца и советую то есть я не выдерживаю границы задача и начинает проходить опыт жизненный чтобы почувствовать границы вот эти вот границы которые он все время приступает чтобы понять что на самом деле они нужно изобретать систему нужно подумать придумать план стратегию ничего не нужно все же есть просто нужно понаблюдать и она придет впустить этот поток изобилия принять себя свою ценность принять и позволить всему этому да я бы еще сказала что человек который обесценивает другого он в первую очередь не знает свои границы но пожалуйста не путать границы и рамки это абсолютно разные вещи и на своих границ может человек не знать своих границ только тот который не ценит себя не не видит свою ценность естественно если он не видит свою ценность как он может увидеть ценность в другом в других неважно в чем это уже изначально неправильно ну не том что неправильный процесс правильно неправильно это знаете такое понятие же наверное философская но тем не менее могу сказать что если верно и правильно вы начинаете относиться к самому себе к тому что вы можете дать то у вас очень четко выстраивается то что вы можете принять и и как вы можете принять и в каком виде в каком качестве в каком объеме это все очень четко прослеживается и на самом деле наверное нужно не говорить о ком-то чтобы там он такой сикой он такой сикой да а нужно наверное начать у нас только не проработанных вообще моментов аспектов самом себе что просто ну наверное не нужно останавливаться именно на себе и тогда уже не хватит места ни на кого другого потому что насколько знаю кристине написали вопросы попросили там прокомментировать одного из чего ну одного человека вот мы конечно пообщались кристиной решили что комментировать мы точно не будем просто выскажем свою точку зрения а люди уже сами сделают свои выводы и примут свои верные решения верные для них на данном этапе их жизни потому что да осуждать это как раз таки про нарушение границ и каждый вправе строить свой замок таким каким он хочет из того чего он хочет это его игра и и вы посмотрите что в мире происходит каждый пытается что-то кому-то навязать и сделать потому что наш мир он прорабощен эго каждый простраивать свою личностную площадку площадку личности роста и он пытается завладеть большей территории эго рост но здесь присутствует анализ что делает ум он анализирует не только нас анализирует другие действия начинают анализировать как делать тот как делать а как делаю я я 잖а анализировать себя и когда человек чрезмерно долго себя анализирует тоже не очень хорошо начинает искать другая половина до осуждать других осуждать себя мы не имеем права потому что как мы можем изменять отражение в зеркале? Ведь весь мир — это зеркало, правильно? И мы всего лишь являемся зеркалом, отражая всё, что происходит. Мы не можем вмешиваться, потому что мы есть отражение, частицы всего. Мы как друг друга соединяющие пазлы. И так же с финансами здесь. Финансы, они приходят, мы их либо принимаем, либо нет. Именно по той причине, в том потоке, в том объёме, вот как, Света, ты сказала, да? В том объёме, в котором позволяю я себе принять. Позволяю себе ценник этот себе внутри. Да, я такая, да, я вот так вот, да? И если касаться услуг и продуктов, да, в общении между собой, зарплаты, не я волочу ноги за зарплатой, не я преклоняю ноги, да, и хочу, чтобы ко мне кто-то пришёл, чтобы я продала, либо что-то сделала. А я радуюсь, когда ко мне приходят. Я выбираю, кто ко мне придёт. Я выбираю, что будет у меня дальше. Видите разницу позиций, да? А по сути, процесс-то не изменился. А по сути, да, просто мы разными словами называем эти вещи, потому что ум может посмотреть на все вещи по-разному. Он анализирует, но он не может увидеть всё, потому что он занят анализом. А вот в наблюдении, в наблюдении этого потока мы можем взять и посмотреть суть вещей. Почему это происходит так? Зачем это происходит так? Мы просто наблюдаем как зеркало, и тогда происходят самые правильные вещи. Мы позволяем максимально отразиться, максимально истине проникнуть в нашу жизнь и финансам максимально проникнуть. Отпустить всё, не заморачиваться, кто есть, что есть, зачем так или так, а по внутренним ощущениям прожить, почувствовать здесь и сейчас свою жизнь. Да-да-да, это как раз о том, что мы с тобой говорили, быть честным перед самим собой, то есть не придерживаться чьих-то навязанных шаблонов, что вот это вот нехорошо, вот это плохо, вот это вот неприлично, это не нужно делать, так не делается, тут не стой, там не грызи, там не бери, затем не беги. И вот столько-столько вот этих всего, это целиком можно придумывать. И если ты начнёшь с того придерживаться, у тебя не будет даже возможности насладиться тем моментом, когда ты можешь получить в изобилии обратную связь с своим действием. Ты просто будешь придерживаться один за другим вот этих вот навязанных шаблонов. И это абсолютно нечестно. Перед самим судьбой это абсолютно нечестно. Это не твоё. Это то, что тебе сказали, что так надо в детстве. Когда-то там кому-то сказали, показали какие-то нелепые примеры, рассказали, почему это так, придумали какие-то аргументы, которые взяты просто с воздуха. И вот мы просто загоняемся вот этими страхами. А про страх мы уже говорили, да, что страха вообще не существует. Фантазия, да. Страх — это мысль. Да, страх — это мысль, которую ты придумал и в которую ты поверил. Это событие. Потому что… Любая мысль, это событие, да. Это придуманные события. Да, абсолютно. Потому что если даже мы вспомним, вот каждый может вспомнить любое событие из своей жизни, которое было там энное количество времени назад. Неважно, там месяц, полгода, год, 10 лет. И в тот момент мы очень переживали, нам было страшно. Страшно чего-то, неважно, страх потери, страх ещё чего-то. Вот было просто страшно. И если мы с позиции сейчас, здесь и сейчас начнём рассматривать эту ситуацию, то мы абсолютно чётко поймём, а почему я так боялась-то, а что такого-то. То есть мы уже смотрим абсолютно по-другому, но не потому, что вот эта ситуация, если бы она вот сейчас случилась, она была бы какой-то другой. Просто мы понимаем, что на данный момент мы уже как бы немножечко выросли, да, из той позиции. И мы понимаем, что вот в этот страх на сегодняшний день ты не готов поверить. Но в твоей жизни появляется всё больше и больше новых страхов, которые ты сам себе придумываешь. А сам себе придумываешь, чтобы что? Чтобы ощутить себя здесь и сейчас, потому что страх — это боль. А если мы не чувствуем боль, если мы не чувствуем страха, мы просто витаем вовсе время где-то. И только через страх, через боль большинство людей могут ощутить себя здесь и сейчас. И здесь и сейчас — это всегда абсолютное счастье, абсолютная любовь, абсолютное принятие. И вот в этом состоянии принятия как раз ты можешь абсолютно принимать в благости энергию от другого. И это будет честно. Да, совершенно верно. На самом деле мы, многие, живём в этом мире от дефицита, в дефиците. И вот этот дефицит, как Настюша Зулевич говорил, дефицит ума, дефицитарность. Это же психологическое понятие. Она его в автономии очень часто употребляла. Но это типичная психология, дефицитарность. И вот эта дефицитарность, она сама по себе присутствует в процессе потребительства. То есть я привык так делать. Я как хомо механизмус, я как хомо роботус. То есть я как робот, как механизм поступаю по старым привычкам, по старым установкам, не замечая ничего. И просто вовлекаюсь в эти процессы. Процессы, не позволяющие иметь широкий проход для энергетического баланса, для изобилия, для потока изобилия. То есть когда я начинаю другого кого-то, допустим, осуждать, либо я думаю, что это невозможно, либо что-то ещё. Любой страх, который появляется, он притягивает внимание и забирает часть энергии, забирает часть, и получает часть энергии, она как бы сужает коридор. Эта часть энергии пошла сюда, а вот эта часть осталась, да, энергии сюда. И вот поток изобилия, он уменьшился. И мы сами себе, получается, вот это вот уменьшаем. И интересный такой момент, что люди думают, что на этот поток изобилия можно влиять, проработав какими-то себя играми другими, да. Вот я попробую так себя вести, попробую себя так вести, и посмотрю. И он забывает, что это тоже является инструмент игры разума нашего, обычного ума. И заигрывается, получается, туда уходит всё внимание. И человек теряет себе, и потом теряет веру, что на самом деле, ну, нет, как бы, всё это глупости, возвращается к себе, и начинает вот это плуждание, ходение туда-сюда, поиск правды. А правда одна она, что пока я не стану принимать свою ценность себя, ценность себя, пока я ценник себе, пока я не осознаю чистую внутреннюю свою свободу, свои границы, не рамки, а именно свои чужие границы, тогда этот поток изобилия, он не будет моим, он не будет мне полезным, потому что я всё время буду наносить себе вред. Либо через дефицит, либо через лишнюю отдачу другим, направлять своё внимание в другое место, а чтобы это вот болтание прекратилось, легче всего перестать во что-либо играть, а просто остановиться и посмотреть, и позволить процессу отражения основного правила, что мир — зеркало, просто быть здесь и сейчас, научиться этому наблюдению, не говорить, что плохо, что есть хорошо, потому что вешая ярлыки, мы ещё раз отворачивать можем от себя этот поток, направлять его в другую сторону, либо сужать этот поток финансов для себя. Ну это да, это мы как будто бы из одной игры, из одних установок, из одних шаблонов перескакиваем в другую игру, в другие установки, в другие шаблоны. И мы, как многие люди говорят, что вот я делал вот ряд таких-то действий, череду таких-то действий, они мне не принесли денежного благополучия, значит, мне нужно изменить эти действия. Это все тренинги этими просто пестрят. Ребят, тут дело не в действиях, вы себя не знаете, кто делает эти действия. Вы задумайтесь, кто делает эти действия, кому нужны эти действия. Остановитесь, начните прорисовывать правила своей игры. Это поиск своих границ. Начните себя прорисовывать. Да. Это спящее сознание такое, поиск своих границ. Это прекрасно, это тоже часть, элемент найти себя. Но когда уже сложно, то, пожалуйста, остановитесь, да, просто остановитесь и осмотритесь, что вы делаете здесь и сейчас. Зачем вам это? Для чего? А если это идет снова и снова, да, Свет, то можно просто попробовать поменять курс и зайти с другой стороны. Ничего не делать. Наблюдать. Светик зависла. В таком важном моменте. Так вот, финансы — это поток изобилия. Да, ты чуть-чуть подвисла. Ага, все сейчас нормально? Да, да. У меня, как обычно, звонок проходит, и у меня... Ага. Ну вот, знаете, ребят, я бы хотела поделиться своим примером, да, то мы так все говорим о теории. Пока Светик снова там зависла со своими звонками, в моей жизни, на самом деле, я решила... Свет, пока зависаешь, я решила поделиться своим примером вкратце. Моя жизнь, она состоит из интересных таких моментов, как раз таки собирание себя в исток изобилия. И я из такой очень, сказала бы, эконом класса семьи, из обычной семьи города Сочи, где обычные сдвигающиеся ставни, окна, да, обычный садик, школа. Вот. И поступала я в институт в Москву, потому что мне хотелось увидеть мир более интеллигентный с другой стороны, потому что там я как будто бы этого не видела, не видела отклика себя, не видела поток знаний, мне хотелось какую-то столицу. Вот. И приехав сюда, также мне было тяжело, то есть у меня потока изобилия не было в семье вообще, потому что мама всегда говорила, что это не для нас, это для богатых. Приехав сюда, здесь у меня жила подмосковья бабушка, хоть мы не жили некоторый период вместе, она мне говорила, это для богатых также, да, то есть это из поколения в поколение навязаны какие-то границы. Вот. Но мой университет МГУ, я общалась с разными девочками там, из очень состоятельных тоже семей, и они как раз-таки показались мне не меньше и не хуже меня. И вот здесь произошла такой, знаете, вот переоценка себя, а я ничем не хуже, чем и ничем не отличаюсь от этих девочек, ни капли. Вот. И эта вот ценность себя позволила мне найти работу хорошую, крепко встать на ноги, найти себе отражение, крепко стоящее в жизни мужа, из хорошей семьи. И вот именно ценность себя, нахождение себя, принятие себя без занижения, без употребления этих установок, что это вот так, это вот так мир говорит. А кто сказал? Кто вот, да, вот у меня такие были рассуждения. И я тогда увлекалась просто философией всё это время, читала, перечитывала Канта и других интересных философов. И я понимаю, что всё внутри в нас. И тогда я простроила вот свою ценность, я поняла, что я ничем не отличаюсь, и мой мир изменился. Так вот, чтобы ваш финансовый поток изменился, нужно изменить ценность себя в первую очередь. Перестать играть вот в эти игры поиска границ. Границы, они там будут, где вы скажете, насколько вы себя ощущаете. Нету по сути границ, потому что мы бесконечны. Вот это такое новое понятие, да, которое приходит на автономии, потому что автономия это про вечность и про бесконечность. И также про финансовые потоки, можно сказать, да, что они вечны и бесконечны. И поиск границ приводит только в тупик. Нету здесь границ. Они бесконечны, можно их искать, заигрываться. Просто принимать нужно свою ценность. То, что оно пришло, либо ушло, а уходит оно лишь от ущербности, от непринятия, от отсутствия ценности себя. Вот. И когда эта ценность приходит, возвращается, то возвращается и поток. Потому что непринятие части энергии это есть посягание на сотворение творцом чего-либо, да, это как бы посягание на творчество Всевышнего, так скажем. Ведь он же создал это для чего-то, да, а мы это ставим под сомнением. А надо ли это? А для чего это? Ну, раз это присутствует, смысл это вот осуждать, опять же, да, ставить себя в позицию Бога, соответственно, ставить себя в позицию Бога Творца, это неправильно. Мы можем только лишь наблюдать, а анализировать, анализирует уже ум, простраивая себе личностную площадку роста для игр, опять же, для очередных игр ума. Да? Ну, тут ещё можно, как, это же вполне естественно, человек вообще не может принять то, чего нет в нём, он это может только проработать. И если человек не может на самом деле отдать какую-то свою энергию в своём изобилии, то это же он и не может принять. то есть если мы не можем отдать любовь и поцелуи, нам это сложно, то нам на самом деле сложно это и принять. То есть если девушка, ну, к примеру, такой самый элементарный пример, если девушка неласковая и не может целоваться где-то на публике, то она и принять эти поцелуи для неё это как-то стеснительно. То же самое человек, который не может отдать свои денежные средства кому-то просто так или там за что-либо. Он всё время их считает, всё время подсчитывает. Он может делать вид бесконечно доброго и щедрого человека, но если он их не может отдать с любовью, то он их и принять не может. И поэтому он может и сказать, что вроде как, мне вообще деньги не нужны, потому что нет возможности их принять, нет возможности их отдать. Это я так вижу эту ситуацию. Да. И всё, что мы здесь говорим, ребят, это именно про то, как мы видим и как мы ощущаем этот мир. Здесь нет совершенно навязывания какого-то благостного мнения, навязывания какой-то там ещё установки или чего-то ещё, потому что навязывание это опять из посягательства на чужую границу. Мы просто делимся, делимся тем, что есть из личного опыта, да, а навязывание, а вот вы тоже думаете так же, а вот давайте вот так же размышлять, как мы там, да, этого здесь нету совершенно, мы просто размышляем, потому что именно получится так, что добродетель может стать злом, если будешь навязывать, потому что это будут уже игры ума, это будет уже из греха сделано, из навязан, из нарушения границ, а добродетель и благо это есть именно осознанное состояние, я наблюдаю себя, я позволяю делюсь, наблюдать другому себя свой поток, я не вмешиваюсь, я всего лишь отражение, я есть всё, вечность, бесконечность и сразу ничто, потому что я не посягаю ни на чего, вот, и в том же смысле я не посягаю на созданный поток изобилия, на созданный поток времени, да, многие вот опаздывают, почему они опаздывают, да, вот как же, я долго в себе это прорабатывала, это очень интересный такой момент, долго в себе прорабатывала именно ценность себя, потому что у меня то, чем я владею, долго было непонятным для моего ума, как так работать с энергией, ну вот, да, продажи, это продажи, я работала в продажах, руководителем в отделе продаж и прочее, да, понятно медицина, понятно всё, а вот работа с энергией, ну там, посмотреть, почувствовать, поделиться опытом, да, долго выстраивалась ценность себя, как с этим ценником работать, и именно через видение результатов, то, к чему они глобальному приводили, я меняла ценность к себе, и тогда ценность моя росла, и когда я не могла это видеть, за меня, за меня говорили мои отражения, мои пришедшие клиенты, когда они говорили, Кристина, твоя консультация столько стоит, я думала, что я заплачу там, ого-го, сколько, вот, Викуся у меня есть такая, она одно время очень долго период была моей помощницей, и с клиентами общалась, да, приводила ко мне людей, делилась то, как я ей помогла, и она говорит, Кристина, я вообще думала, это будет 10 тысяч консультаций, у тебя такие, говорит, знания, у тебя столько всего, а у меня честно, у меня рот открылся, а я даже не могла себе представить, да, не могла себе даже понять, и иногда порой бывает именно незнание своего ценника, и разрешение работать по сердцу, это чистый опыт получения, насколько я ценю себя, да, Свет, вот у нас тоже такое было с тобой из опыта, мы это обсуждали, раньше это рассказывали, вот ребятам здесь видео, и финансы на самом деле, такая тонкая грань, которая реально является ценником, ценником себя, и я в жизни буду получать ровно столько изобилия, насколько я себя ценила, оценила себе на спасибо, Кристина, оценила я себя на золотую кровать, на золотой толчок, так и будет, если я считаю, что он мне не нужен, у меня его не будет, но вот сидеть и думать, как же мне его получить, и что же мне заработать, что мне для этого сделать, либо думать о том, что всё золото, оно приносит к разрухе порохи, и все финансы тоже, я только могу посягать на создание, такой же, как и я, на создание потока изобилия, которое создано Творцом, я посягаю на него, я ставлю его под сомнение, а нужно ли это изобилие вообще в виде денег здесь, ну, если оно присутствует, значит, это нужно, вот, просто нужно уметь управлять этим потоком правильно, чтобы оно не приносило вреда, и основное это быть осознанным и научиться ценить то, что я делаю, не уподобляться, обесценивая себя, не надо. Да, когда ты это делаешь из осознанности, в благости и в любви и в лёгкости, самое главное, то это всё приходит просто на раз-два, и ты тогда не начинаешь париться и думаешь, о, я вот тут мало сказала, тут я много сказала, а тут, может быть, я что-то не договорила, а тут, может быть, что-то там до людей не дошло, а тут вот это, а тут вот это. И на самом деле это такая ерунда, а потом начинаешь думать, мне нужно было сделать вот так, потому что сарафанное радио, оно работает лучше всех. Это вообще не так. Никакого сарафанного радио, вы вообще единое целое со всем. И как только вы примете, полюбите себя и узнаете свою ценность, свои границы, у вас, а вас моментально узнают все остальные. Если вы даёте это с любовью, вот Кристина обожает свою вид деятельности. Я сейчас начала вести марафоны, я просто, мне доставляет такое удовольствие с ребятами общаться, мы не замечаем, как проходят эти марафоны, то есть сколько вот эти вот эфиры проходят. Мне кажется, у меня там вообще лот не закрывает. Я столько вижу благодарности, я с такой, мне кажется, любовью им всё это рассказываю и отдаю, и это классно. Вот это и есть класс. Я думаю, просто им приятно делиться тем, что они делают в результате. Это всё в лёгкости. Не надо заморачиваться, надо просто любить, быть в потоке, и у вас оно всё придёт. Не надо обесценивать, не надо обесценивать ни себя, ни другого. Не надо ни с чем бороться. Не надо ни с чем и ни с кем бороться. Не нужно бороться за чем, да? За свои границы, за что-то ещё, с кем-то, с самим собой бороться, да? Это получается как... Твоё место никто не займёт, оно всегда будет твоим. Да. Не нужно ничего изобретать, да? Зачем изобретать колесо и со мной изобретено? Это из этой же серии. Так вот, здесь так же. Нужно просто понять и осознать, а правильно я делаю, то есть, почему я это делаю, а зачем я это делаю, и отпустить, да? и чем чаще я спрашиваю, зачем мне это, зачем мне это, я спрашиваю, тем чаще возвращаюсь здесь и сейчас. Всё. И я тотально сразу как будто бы себя опять вернула на место, и я себя снова возвращаю на место здесь и сейчас. Здесь и сейчас это всегда твоё внимание. Быть во внимании, быть самим этим вниманием, это да, это про будение. Может быть, вы напишите вопросы про финансы, ребят, потому что я поделилась опытом, да, мы рассказали про своё отношение к финансам, что на самом деле всё в ваших руках, здесь самое главное научиться принимать свою ценность, позволять себе быть здесь и сейчас, не осуждать, не бороться, постараться именно с пониманием относиться к происходящему. И вот ты верно подметила, я ещё раз замечу, что сарафанное радио это лишь ценность, это лишь ступенчатая ценность к себе. Вот, то есть сарафан от человека к человеку, да, снова и снова. По сути пространство просто отзеркаливает то, что происходит у тебя внутри. Вот и всё. У меня, знаете, пока вы решаетесь вопросом, обязательно напишите какие-нибудь вопросы про финансы, что-нибудь ещё, если кому-то что-то непонятно из того, что мы сказали, если кто-то не согласен, да, что ещё у вас есть в уме, напишите, пожалуйста, я расскажу. У меня такой интересный случай сейчас произошёл, Свет, мне попросили сделать массаж своему мужу женщину, его зовут Павел, и он ещё долго ко мне идёт, всё никак, он всё хочет и хочет, и вот подходит ко мне, говорит именно в тот момент, когда я занята, у меня расписано несколько дней вперёд, бывают у меня пустые дни, бывают, да, редко бывают, когда я хочу отдохнуть, они появляются. И он мне говорит, Кристина, когда ты вновь замнёшься, давай, говорит, сделаем, мне тоже массаж начнём заниматься, говорит, давай поработаем вместе там над осознанностью в массаже, над психикой своей, давай найдём истинный исток, причину всего, почему у меня вот это вот здесь, вот это вот так вот. Я говорю, Паш, говорю, давай, ну у меня вот сейчас расписано, давай начнём в четверг. Он так задумался, я вижу, что он не понимает, что у него будет в четверг, он так неосознанно к этому отнёсся, и я ему говорю, подстёгивая его, я не знаю, что ты думаешь, Паша, я не знаю, что у тебя произойдёт, но у меня в четверг будет Паша на массаже, вот. И у меня был Паша на массаже, но не этот. Я пространство своё простроила. Ко мне записался другой Паша на массаж, вот, но не тот, который вот изначально мы собирались, и это очень удивительно. Вначале вроде бы удивительно, да, но на самом деле всё происходит так, как мы себе строим в этой жизни, всё происходит так, как мы хотим, ни больше, ни меньше. Все ваши близкие — это частицы того вашего подсознания, которое внутри живёт и вас отражает. и когда мы осуждаем, либо ставим под сомнение хотя бы чужое мнение, да, чужой поток, чужие мысли, чужой опыт, мы ставим под сомнение в первую очередь себя. И тем самым мы себя обесцениваем. И обесценивая себя, мы ограничиваем свой поток финансовый. Вот что. Да. Это абсолютно верно. Это то же самое, что вот, то, что ты рассказала с Пашей. Вот то же самое сейчас у нас происходит. То есть у меня сейчас идут англоязычные марафоны и русскоязычные марафоны. И англоязычные марафоны, они говорят вроде как, давайте следующий сразу же, начнём следующий. А переводчица у нас, Альбиночка, она говорит, слушайте, говорит, дайте мне полторы недели, мне нужно отдохнуть, уехать куда-нибудь. Я думаю, ну ладно. И мне девочка в Инстаграме, у нас с ней как-то была консультация, она мне пишет, у вас англоязычные марафоны вроде как, а я переводчица. Я говорю, я подумаю. Я, говорит, могу переводить. Я говорю, я подумаю. Вот. И тут мне Альбина говорит, вот так и так. Я говорю, ну вот. И тоже простроилось пространство так, что сразу же нашёлся переводчик. И нельзя же подобрать просто тот, который будет переводить. Он обязательно должен быть в теме. Да. Потому что это очень сложно переводить то, что мы говорим, то, что мы позиционируем, то, что мы чувствуем. Мы говорим чувствами, а люди, как правило, привыкли жить от ума. И для них вот этого чувства, нет. Для них вообще просто взрыв шаблона идёт. конечно, не знаю, как сложится дальше, но я понимаю, что пространство складывается именно так, от наших истинных целей, от нашей правды к самим себе, что мы любим, что мы хотим, что мы хотим людям дать, поделиться. Оно сразу же, моментально это всё простраивается. Это абсолютно. И поэтому, когда говорят, что там, ой, вот у меня вот с финансами тяжело, может быть мне к кому-то сходить, к гадалке, к астрологу, там ещё к кому-то, ещё к кому-то. Я, конечно, очень придерживаюсь то, что есть вот эти вот планеты, которые на нас действуют. Но если вы не поймёте, что мы единое целое с этими планетами, то, что скажут вам ребята, которые умеют их правильно читать, вашего мнения и ваших результатов это не изменит. Но если вы поймёте, что вы и есть эти все планеты, которые живут в вас и начнёте прислушиваться к себе, как к этим планетам, к этим планетам, как к себе самому, то, конечно же, вы просто начнёте разворачиваться. Это другая сторона познания себя. Да, совершенно верно. Просто принимать то, что происходит, позволять этому быть, прислушиваться, смотреть, научиться, в конце концов, любить себя тем, кто я есть, и пусть с отрицательными, с положительными планетами. И тогда уходит фокус внимания на негатив, и негатив начинает рассасываться, потому что где внимание, да, там идёт усиление энергии, и не важно, это негатив, либо положительная часть. Вот. Когда мы уводим свой фокус, вот я такой-то плохой, я такой-то это, оно просто есть. У каждой планеты есть положительные, отрицательные стороны. Когда мы уводим свой фокус внимания с негативной, остаётся лишь положительным, потому что положительное — это про рост, это про развитие, это про то, что нас наполняет, то, что даёт жизнь. Это про положительное. То, что крутится по часовой стрелке. То, что... Также торсионные поля, да, Горяев рассказывал всегда, что они крутятся по часовой стрелке. Вот. А торсионные поля, они простраивают наши энергетические поля. То есть они позволяют всем установкам, всем сбоям, как бы скажем, вернуться на исток сознания нашего Творца, выйти на правила Вселенной, на чувствование правил Вселенной. То есть стать настоящим, соединиться со всеми кругом. Вот. На самом деле очень много разных инструментов перевлечь в себе финансы. но, на мой взгляд, это всё будет являться играми, играми разума. как и любой другой инструмент по проработке себя. Потому что самое интересное, что мы забываем разобрать свои качества. Человек может быть гиперответственным, либо ему может не хватать ответственности, да, и только лишь по этой причине он может терять финансовый поток. Он может быть ленивым, или мы, наоборот, гипертрудолюбивым. И по этой причине у него тоже будет теряться поток изобилия. То есть все ответы внутри нас. А почему это происходит? Потому что внутри есть какие-то установки. И эти установки, они уводят наше внимание от правды. появляется ложь, да. Вот как я люблю говорить, что чувства — это правда, а эмоции — это кривая правда. Это выплеск энергии, как сходить в туалет. Это ложь, да, ложная. Вот. Это как вот про, допустим, про осуждение, да. Даже нет, скажем, не про осуждение. Я вот сегодня общалась с Марией, у меня руководительница клуба, женского нашего клуба. Она очень хороший, крутой психолог, регрессолог, у неё интересный опыт. И мы сегодня такую тему обсуждали, что люди как раз-таки они забывают про себя. И они вот не делят на истину, и есть ложная часть, да, характера. И вот они просто пользуются чертами характера, забываясь о том, что это не является настоящим. Но это может быть, в принципе, в жизни являться хорошим качеством добиваться чего-то. Но, по сути, оно не нужно ничего добиваться, потому что оно уже здесь есть. Вот я про это. Не нужно свой финансовый поток развивать, расширять его, надувать шарика, там, нахлобучивать себе кишечник, желудок чем-то, чтобы пришёл, там, класть себе пёрышко в изголовье, там, не знаю, обкладывать себе кучу камня, и всем прочим. Просто быть здесь и сейчас, это самое главное. Принять свою ценность, убрать внимание своё с какой-то гадости, а направить внутри на себя, вот, на проработку себя. И сразу потом откроется. и это не есть эгоизм. Нет. Ещё раз повторюсь, это не эгоизм, это умение найти свою глубину. То есть, мы уводим внимание на себя, не на свой ум, позволяя ему выстраивать личностную площадку эго. Я хочу здесь это, я хочу здесь то, а ещё мне это, и вот то. Нет, это не про это. А я просто прихожу к себе, я наблюдаю, я позволяю себе быть такой, какая я есть. Вот. Ни больше, ни меньше. Это очень интересно, проживать, наблюдая, потому что каждый среди нас, и вы все, созданы именно по замыслу, скажем так, творца. Вы есть клетка какой-то части организма творца. Кто-то является клеткой печени, ну, грубо говоря, да, кто-то является клеткой лёгких, кто-то частицей сердца, кто-то стопы, который держит всё это и ведёт куда-то. Но мы об этом не знаем. Знает он там, кто создал, и он смотрит это кино. Зато я знаю, где какая моя клетка, и я знаю, куда ей идти, моей клетке. И никто, ни Света не знает, куда моей клетке идти, никто. Мы лишь делимся здесь опытом. Просто делимся, и не более того. И не навязывая. Просто учиться друг у друга, это классно делиться опытом. Мы тем самым расширяем свой фокус внимания, расширяем свой поток изобилия. Вот что. Мы становимся шире и больше. Позволяем себе быть больше. Потому что ничего искать во мне не нужно. Всё уже изначально есть в вас самих. Просто нужно заглянуть внутрь себя, прочувствовать себя, почувствовать себя, быть честным самим собой, и тогда просто любые вот эти вот рамки, они действительно будут растворяться. вы будете чувствовать именно свои границы безусловности этой любви, и у вас просто ничего не откроется, у вас уже всё открыто. Вы просто не знаете, как это принять. Может быть, пока не знаете, но обязательно, обязательно вы это почувствуете, если будете смотреть вглубь себя. У нас с тобой вопрос. Я не очень поняла. Советуете не делать денежные практики? Вы знаете, я скажу одну такую простую вещь, Ань. Вот говорят, что кавказцы, у нас просто мало времени, они живут очень долго, и они едят мясо, но они живут в горах. Что отличает кавказцев от обычных людей? Их вспыльчивость, их инстинктивная реакция, их животность, то есть я никого не хочу убедить, но тот, кто свое питание, свой образ жизни на уровне осознанности внутренней жизни, таким, животным инстинктом вместе выровнял, получается, тот и получил гармонию в этой жизни, тот и получил больше долголетия. Если мы натягиваем на себя носок сыроедения, являемся обладателем животных инстинктов, я потеплю, ну, тот человек потерпит фиаско, да, вот, ему, значит, здесь менять свою осознанность, и если вам нравится играть в игры денежных потоков, если вы это играете, вам приносят благо, значит, ваше сознание сейчас находится на том, что вам нужны эти установки для проработки своих, для поиска своих границ, вот, а если речь о том, что есть осознание, что границы, они и есть, и нету, то есть границы, это не рамки, мы бесконечны, а границы, это является нечто другим, когда приходит это сознание, то тогда и проработки практик не нужны, вот, мы об этом говорим, денежные практики. Потому что, ребят, вы можете даже красные трусы засунуть в кошелёк для привлечения денег, но если здесь ничего не проработано, то это вообще все бесполезно. А если ум думает, что это проработает и поможет, то он какую-то часть для себя привлечёт, какую-то часть небольшую, но это не будет вашим истинным большим потенциалом, и вы будете снова и снова дальше искать себя. Вот, люди опять пишут не очень Ну, это еще один очередной крючок. Еще один очередной крючок, да, то есть я делаю вот такой-то какой-то ритуал для денег и ко мне приходят деньги, но если сложится так обстоятельство, что вы не сможете сделать этот ритуал, ваш крючок-то дальше вас продолжает держать, все, у вас не будет денег, у вас закроется все. Да. Это про то, что как из одного шаблона в другой мы уходим от шаблонов, убираем. У нас, по-моему, уже время заканчивается. Да, время заканчивается, я переживаю, что эфир может слететь. Напишите в комментариях, если хотите продолжение, давайте разберем еще раз про финансы, про вот эти вот установки, про эти игры финансовые. Зачем, да, и как, и почему? Свои вопросы пишите в комментариях, тогда мы сейчас как убрать шаблоны, быть наблюдателем. Хочу продолжение, я услышала тебя, Аня. Хорошо, давайте на этом закончим. Завтра у нас будет встреча с астрологом, с Ириной, она расскажет интересные моменты, да, про то, кто с чем родился, как это влияет на деньги, как это влияет наше здоровье, и может связаны деньги со здоровьем нашим тоже может быть связан. Давайте завтра послушаем, также выйди, попробуем втроем, да, Света, завтра? 21.30, да, поздно подключилась. Хорошо, продолжим следующий вторник, также про финансы. Сохраняю эфир. Всем пока. Пока-пока. Ага. Продолжение следует...